Всем привет, с вами Ланграф. Сегодня начнём играть в игру Walking Dead. Ходячие мёртвецы. Подпишись, пожалуйста, на канал, поставь лайк и прокомментируй. Я буду очень тебе благодарен. Так, ну чё, давайте играть. Играть, почему бы и не играть, а стандартный. Больше помощи и отображение последствий выбора. Минимальный. Без подсвечивания предметов, помощи и последствий выбора. Бля, да я хуй знает, шо это. Давайте стандартный, шо нахуй нам запариваться, правильно я говорю. Эпизод первый, новый день. Ура, давай. Первый день. Шо же нам скажут в первом дне? Игра будет адаптироваться под ваши действия. История будет развиваться так, как вы решите. Или шо-то в этом роде. Telltale Games представляет в сотрудничестве с Skybound Entertainment. Ходячие мертвецы. Йоу, камон. Так шо, эпизод первый, новый день. На, ебучий случай у вас в дороге. Так. Автор сценария. Сиан, хуй, сиан. Иди, режиссер, блядь, не успевай, нихуя. Так, видимо, это наш главный герой. Его везет мент, коп, куда-то, куда-то вдали, в закат, в восход. Хуй поймешь. Ну, я думаю, ты этого не делал. Бля. Так, зачем ты это говоришь? Ты знаешь, что говорят о мнениях, какое это имеет значение. И 4 просто промолчать. Давайте, зачем ты это говоришь. Знаешь, я отвез в эту тюрьму уже кучу парней, бог знает сколько. Я обычно, к этому моменту, я слышу, я этого не делал. И что ты отвечаешь, только не от меня, каждый раз. Давайте, что ты отвечаешь. Я говорю, да, я знаю, что это не ты. А ты хитрец. Есть норма, что после Питч-3 на шоссе 285 были замечены. Начать поиск опасных объектов в этой зоне. Что-то, видимо, там бомбы какие-то или что-то, какие-то опасные предметы были найдены. Осмотрите с помощью мыши. Давайте осмотримся. Посмотрите в зеркало заднего вида. Ага. И шо? Посмотрел? Я вижу только там ебало этого окопа. Я немного читал твоё дело. Ты ведь Майкл, я Майкл, значит, ты тоже из Майкл, у тебя наверняка есть своё мнение. Да, давайте земелька найдём, это всегда помогает. Ага, 70-е я приехал в Атланту, чтобы быть городским копом. Всегда хотел поработать над делом ФСБ. Убийство, как это, сенартовская заварушка, в Афтере, ты замешан при всём уважении. И это очень неприятно. Чёрт возьми, когда-то вся семья была завсегда тайной аптеке твоих родителей. А она всё ещё там? Конечно. Отлично. Имейте в виду, что у нас в Хаттсвилл есть медики, также туда направляются кто-то, кто-то туда направляется ещё. Очень быстрый субтитр, непонятно чего. У меня племянник учиться в университете в Джорджии. Ты там был уже 6 год? Или преподаешь? Ты встречал свою жену в Афинах? Чего, блядь? Очень быстро, ничего не понятно, ничего не успеваю. Хочешь знать моё мнение? А почему бы нет? Конечно хочу. Что? Конечно. Что? Что мне надо сделать? Хотя, может быть, ты просто женился не на той женщине. Или она вышла не с того? Ебать, пураганул. Замечены беспорядки всем самым быть готовым к нападению. Все больше звонков сообщения со всех направлений. Так, вертолеты туда-сюда, туда-сюда вертолеты. А что, я вроде бы в ролл-пус он нихуя не сказал. Что за хуэта? Так, что мне надо сделать? Опять посмотреть сюда? Однажды я его создавал парня, он вел себя хуже всех. Он без остановки отвердел о том, что не делал этого. Это был взрослый парень, большой, с добрыми глазами за очками, который носят умники. Он просто плакал и причитал, что это не он. Ревел, хлюпал прямо там, где ты сидишь. В натуре, выключи эту хуйту. Через какое-то время он начал биться об спинку сидения, как суетливые ребята к самолете. Я сказал ему прекратить, но это собственно правительство, и что я хочу буду вынужден вырубить его, если он не прекратит. Ну и он замолкает и черпав все свои аргументы, и потому начинает плакаться своей мамочке. Мама, это большая ошибка. Это был не я. Мда, давайте ответим да. Мда? Да не то слово. Они поймали этого ублюдской сакроважными руками. Он убил свою жену и резал ее на части. Когда ребята пришли в дверь, он потом сидел в своей машине и орал как псих. Это и он. Думаю, он и сам в это верил. Но он просто ебнутый. Это говорит о том, что люди начинают сходить с ума, когда понимаешь, что их жизнь окончена. Ну да. Ох, у меня есть еще одна хорошая история. Она не такая депрессивная и более веселая. Ебать, мы чувака сбили! Братан, блядь, на дорогу, смотри. Вот, сука, долбовисть, я кто права-то буду. Ну все, пизда. Теперь тебя самому в тюрягу посадят. Ух, сука, распиздился, блядь. Так, шо, мы живы, это уже хорошо. Так, или нет? Давай открывай глазенки свои, быстрее. Зенки, раскрывай. Чего-то нехорошее происходит явно. Да, раскрывай свои зенки, пожалуйста. Майкл, или как там тебе? Я уже позабыл. Ай, ох, чёрт. Пить охота. Ох, блядь, моя нога. Бля, нога, это плохо, конечно. Бля, в натуре. Посмотрите с помощью мышц, найдите способ вырасти из машины. Так я вижу, смотри, окно. Полицейский. А он выглядел, он блядь, и еще и ремень не привезли. Офицер, вы в порядке, я до сих пор в наручниках? Да он сдох. Офицер? А это нехорошо. Их уже никто не вытаскивал из машины. Так он не пристегнулся, вылетел через лобовуху. Правильно я говорю. Они двигаются. Так ладно, походу что-то надо другой найти. Вот это что-таки. Дробовик, дробовик, это мне надо. Какого черта он достал оружия? Может, он вылетел из машины во время аварии? Ты гений, ебаный ворот. Я прям даже не знаю, что тебе на это сказать. Буду вот здесь, что-таки. О, в натуре, давай выйдем на окно, да выберемся, находься. Блядь, ебать, ты слабачок. Теперь ползите через окно, используй клавишевые вперед. Да без проблем. Посмотрите на двери, используйся или колесо мыши. Или клавиши 1, 2. Выберите нужное действие. А два, конечно. Вылезай. Ох. Гениальный субтитр. Ебать, ты как червяк просто выбрался. Чисто червячок Джимми, нахуй. Или как там его Джим? На сейге играли? Так, ну шо? Обыйтие машины используют клавишевые вперед. Пойдем, пойдем, пойдем. Чего бы и нет. Чего бы собственно и нет. Блядь, батька кровавый след. А шо? Это явно он не просто так вылетел из машины. Давай дробовик возьмем. Дробовик возьми. О, а это шо? Патрон. Сначала дробовик, потом дробовик офицера. Так возьми его. Я тебе умоляю. Ага. О, нам бы наручники как-то снять. Вроде не заряжен. Боеб! Вылегчить его без наручников. Это понятно. Это конечно понятно. А патрон? А, ну все, я понял, я понял. Ключик наручников, скорее всего, в штанах у вот этого чувачка. Да блять. Черт. А как? На него нету действия, чтобы... Сука. Ну все, так начали игру, уже тупик. Так, дробовик мы не можем взять. Нам нужно снять наручники. Ключи от наручников, скорее всего, у офицера. Но! Я могу на него просто посмотреть. И ничего больше. Я не могу его обыскать или что-то в этом роде. Так, патрон мы взяли. Чувак. Может быть, ты возьмешь дробовик? Да, у нас есть один патрон, а отстрелим как бы. Наручники и все. Будет легче нести его ветр. Так, а я понял. Хорошо. И что ты мне предлагаешь сделать? Полицейский. На полицейского можно просто посмотреть. Так, подожди. А интересно, зачем он ему понадобился? Действительно, блять. Так, я могу ходить, хорошо. Пойдем. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Может быть, я могу каким-то камнем разбить наручники. Блять, на него я просто могу поглядеть. А, вот. Все. Не надо было подойти. И вот они, ключи, собственно говоря. А, да, да. 2. 1. А как? А, просто навести. Блять, сложно играй, ебаться в рот. Че? Блять, ты уронил, ты рукожоп, ебаный. Блять, слышь, что-то мне это не нравится. Давай открою уже. Ну, это же не сложно. Надо просто, блять, квадратик кружок вставить. А, молодец, справился. Хрр, офицер. О, блять, сука, падла, мразь. Так, ползем. Ползем, позовем. Так, тихо. Где дробовик, где дробовик? Отвали от меня. Дробовик возьми. У нас есть уже патрон, правильно? Вставляй, вставляй. Вот, блять, ты рукожопый, блять. Да возьми ты, сука, патрон. Вставляй. Минус голова. Слышь, ну он доебался до меня сам. Я не винуен. На хуй ты выбросил, возьми с собой. Может быть, еще патрон найдем. Сука. Его кожа сгнила. И он воняет, как дерьмо. Что с ним, черт возьми? Слушай, ху его знает. Давай ты встанешь. Блять. Давай ты встанешь на туре. Что мне сделать-то? Ты мертв? Ты голубая, ты му голову снес. Хорошо, мертв. Ладно. Окей. Ага, вижу. Где в какой-то сидит? Его позвать, единственная фигура. Давайте позовем. Помоги! Позвеково нет. Здесь, здесь стреляют. Ибо какой-то тупой, сейчас со словом. Блять, опять. 9-1. Так, шо мило сделать? Я не понимаю. У, сука, смотри, зомбаки. Давай, наконец-то, одумался. Давай, вставай, погнали. Побежали, потекали. Сука, ну естественно. Бежим. Дробовик возьми. Ух, ебать их много. Блять, опять ты упал. Ну что с тобой не так? Блять, по-моему, его сейчас сожрут. Все, я Макаси врубил, ты ввесчий забор. Хорош. Хорош. Убежал. Убежал? Молодец. Ах. Ах. А не умеет через забор лазить, я тебе клянусь. А они тупые, как пробки. Это же зомби. В принципе, ты на них чем-то похож. Мозгом тебя обделили. Кто-то стреляет. Ну, сука, охотников развелось. Иди с браконьерами, разберитесь. Ну все, выдохни, блять. От тюрьмы сбежал, блять. Офицер застрелил. Четко. Давай на качеле покатаемся. Эй, кто-нибудь. Ого. Так, и что ты мне прыгаешь? Так, я могу ходить. Ага. Раздвижная стеклянная дверь. А еще что там, я могу сделать здесь. На качеле, допустим, покататься. Нет, вот домик на дереве. Ну, вот лестница. В любом случае, я туда не поднимусь. Такой ногой уж точно. Хорошо, это что? Проверить. Чайный сервис. Поите! Ты кому? Чайному сервизу это кричишь? Бля, господи. Ну, это пиздец. Кого мне, блять, главного героя-то дали? Он неадекватен. Разжженная стеклянная дверь. Интересно, если кто-нибудь дома? Ну, пойдем. Проверим. Давай, открывай. Пойдем, зайдем. Пойдем, зайдем, посмотрим. Привет! Есть куда мы? Мне нужна небольшая помощь, небольшая. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ смотреть дом через стеклянную дверь прежде чем бродить района а мы разве не посмотрели может даже постучал у нее сука ладно давай еще раз посмотрим с первого раза наш герой не разобрался так а а тут есть типа войти закрыта отлично я вхожу стрелять и ладно сука как будто в каждом доме были дробовик есть не стрелять и говорит я не грабитель и один из них а я тут уже все похоже этим ли нужно помочь больше чем не а неплохое умозаключение единорожка я могу только посмотрели кровяка господи что это было это видимо на что-то появляет то что я подскользнулся на крови адрес правительства отеля у марши это индекс саваны записка оставляет нянем получать здесь были няня блять по-любому то что я упал это сыграет какую-то роль видимо на меня заверится на то что мне болеть короче ладно посмотрим рация с кем мы можем связаться с помощью рации может быть с военными с правительством а нет мы ни с кем не будем связываться правильно мы уберем ее в карман хули бы и нет правильно хули бы и нет а это что таки что таки это но это домом бы воровали почти ничего полезного не осталось как быстро души это блять за звуки на что-то пикает вот и я говорю что-то пикает здесь что взять стакан с водой давай возьмем попьем ох какой эмоционально интересно если я назад пойду я опять упаду нахуй смотри кстати за мной следы остались кровяные ну-ка не вроде не упал это шоа раскраска уже было хорошо пойдем дальше так вместе рация как и воспользоваться а вот шо пищи то за телефон у нас три новых сообщения но верно там что то есть давай включай послужим три новых сообщений сообщение первое оставлено в 17 43 привет сандра это диана но все еще в саванне это произошел небольшой инцидент с одним парнем возле отеля тоже нам пришлось отвезти его больницу на обследование в общем хорошо себя чувствовать чтобы ехать сегодня назад так что мы останемся еще на день день большое тебе спасибо за то что присматриваешь за климатиной я обещаю мы вернемся до твоих весенних каникул сообщение второе оставлено 23 19 боже мой ну-ка наконец-то я не знаю пытался связаться с нами ни один звонок не проходит они позволяют нам не позволяет нам уехать и ничего не говорят об атланте пожалуйста пожалуйста уезжайте мисс клиентин из города марьетту мне нужно вернуться больница пожалуйста дайте мне знать все ли у вас нормально сообщение 3 ставлю нам 06 51 клиентин а детка если ты это слышишь то позвони в полицию номер 9 11 мы любим тебя мы любим тебя мы любим тебя видимо это клементина маленькая батька и и и и матерь папочка что алло тебе нужно быть тише кто это логичный вопрос я клементина это мой дом привет клементина меня зовут ли ты не мой папочка нет не твой а где ты нормально давай вы закрешим за вместе пойдем все и все как пиздим все спасемся сколько тебе лет пиздец тупой вопрос они уехали в путешествие оставим меня сандры они в саване кажется ну там где лодки где ты я на улице в домике на дереве они не могут сюда залезть умно видишь ты видишь меня или через окно и барова я логов ой сука пошла то нахуй бежим блять сука что ты такой долбоеб ты я не пойму получать пизды сука но я не понимаю спаси меня клементина да и молотком голову пожалуйста пожалуйста быстрее но не стой возьми взял дай сюда быстрее блять проломи головы ей ломай черепушку еще разу добивной контрольный похоронный и в крышку гроба а все ну ладно хватит так хватит хух у болин привет спасибо за помощь кстати ты убил ее да нет она типа это да хорошо я думаю что она была монстром определенно мне тоже так кажется клементина запомнился ты была за все это время я хочу чтобы мои родители вернулись домой боюсь что они не вернулись знаешь я думаю это займет некоторое время слушай я не знаю что произошло но пока я буду присматривать за тобой что нам теперь делать поищем помощь конечно мы должны найти помощь пока не стемнело ночью небезопасно конечно какой нахуй ночью бродить блять по городу где блять зомби пойдем держите рядом со мной но это тупая идея ночью бродить это полный бред а нихуя не видно фонариков нету электричество тоже потому что скорее всего все заразились учитывая что происходит ночью нахуй надо пойдем днем так куда ты побежала стоять блять а может меня ногу поглотать как-нибудь потому что не ясно не ясному он блять смотри хромает он даже бегать не можешь ворота так у меня есть рация кстати говоря так может мы смотря там к это падла стоит это мародерок литой бычи блин с таким успехами к я буду домой к вами вот отстой обстановка так себе так давайте побазарим не вроде бы живые и чё-то толкают какую-то сломанную машину в крови полный голбоебы в чем дело не остаться что я не хочу сегодня ночью спали домиками дереве но я не знаю следует уходить после мои родители вернуться я не оставлю тебя одну давай найдем безопасное место где-нибудь поблизости ладно это хорошую идею абсолютно согласен такой нашу забыл бою бы так мы он не навредим я на сегодня подумал что вы с малышей собираетесь на загрызть не исключено смотря шоу вы это делаете что вы делаете вообще пытаясь попасть домой это место просто ужасно вы пытаясь выброса сюда думаю да эти твари тут повсюду еще нигде не видят их ужасов как тут разве что в центре атланты 15 милях отсюда я шон шон грин я ли это клементина я чет нам не следует находиться в открытом месте давай ты поможешь навращить дорога мы вытащим тебя с дочерью отсюда отвезем на ферму им матери там безопасно я не ее отец я еще и сиделки и сосед просто я ее сосед осет сосед конечно ее родители не в городе давайте собираться глупо просто стоять тут согласен а ты как хочешь я монстры приближаются мы должны идти ли быстрее помоги а нахуя эти машины толкать пишут совсем тупой ладно пусть с вами давайте потолкаем покачаемся блять силовой блять экстрим самое время блять нашли почему блять мы не могли через нее перепрыгнуть или что блять тикаем попцы залезть а у них машинах на ходу я понял чтоб приехать на машину толкнуть придется взялась вам не врезался эти ребята тоже заражены во всем и вроде бы съебались куда-то о луна что таки так но мы явно куда-то приехали блять во всяких местах всегда какой-то пиздец происходит я клянусь на кстати электричество есть видимо генератор и шон я побегу домой моя мама будет ватим метать от гнева это точно чего причем завтра ночью рад был знакомства взаимно симметрично так ну хорошо чё так и слава богу то в порядке я тоже уловался эти пару дней тут был тех как обычно старый брекон думает что у него была за храма блять что я бы не вернулся через без чета тогда я рад что взял его с собой ты привел пару гостей твой сын спас нас конечно хорошо смог кому-то помочь значит выжили только ты и твоя дочь ох это не его дочь он его он ее сосед мило ты знаешь этого человека я не понравилась и что хорошо похоже ты сильно поранил ногу да есть таки с ней что-то не так я могу тебя помочь шон иди проведай твою сестру ты сядь на лавку я посмотрю что у тебя что у меня есть у сука изолентой меня лечить по-любому будет пишет доктор ну давай посмотрим да она четвертый чертовски распухла она и болит чертовски ну да верю на слово я не расширил твое имя ли почему бы нет почему нам не доверять раз знакомствовали я киршел киршел грин кстати в сериале был такой чувачок он лечил этого карла что это случилось а шо я сделал я не помню я упал пускай будет так но по сути я говорю попал теперь она биза блять никто нажал ладно она пара не была она без людей находящие оставили и компания все же я не хочу этого представлять значит тебе повезло было полно моих родственников еще одна семья спит в хлеву без дочери можешь отдохнуть когда мы тут закончим она не моя дочь те же скорой я слышу твоими дорогушек клемм клементин не могу представить что ты прошла к менте через что ты прошла я присматриваю звание пока они найдутся ее родители я тут задумал завтра первым делом мы должны снова поставить забороку к ферме хорошая идея не думаю что это необходимо почему я не знаю что ты видел по телевизору здесь ушло по радио но к там тут серьезное дерьмо скоро прорвется я не думаю что это блять как же конечно он просто нужно укрепить это место такие вещи тут не случаются шоу пап я серьезно ли давай расскажи ему что там видео мужик да да зато правда что считаешь нужно у нас тут так забот хватает ли и ребята в хлебу помогут фитрам на нужно это сделать серьезно я уже сказал хорошо вот это я закончил завтра будет уже лучше спасибо если температура поднимется ли нога распутник то скажи похоже мы имеем дело с инфекцией и что нам тогда делать нам придется себя пристрелить пошел ты нахуй блять мы промоем его перевяжем все будет порядка ладно будем было бы неплохо я за такие шутки его есть идеала подъем с утра пораньше кстати говоря куда именно ты отправляешься в мейкан я думаю служба дети за такие шутки бороду выщупаю ну и хорошо но все спать пора пахнет как равно наверно да блять извини не ставлю от уголя почему не стоило это было ругательство почему же я скучаю по маме папе я сомневаюсь я не сомневаюсь саванна далеко далеко ладно да грустно конечно если я люблю тебя малыш ебать жуткий смех а видимо у него тоже эта история с ходящими связана видим он захуячил свою жену она стала ходячей поэтому и поэтому все так произошло и вставай я чешусь маленькая леди что у тебя нет пухов что это я папочка их отпугнул верно я не и отец меня зовут ли я кенни пап нам нужно построить забор там трактор и все такое лучше пойдем а то не узнаем чем все и так закончится это мой сын кем ваших хотя мы зовем его кин так его ничего не волнует как с гуси вода понимаешь последнее время это ценное качество согласен но честно говоря я думаю из-за этого что он это с большим энтузиазм туповая ты вроде говорю что тебе нужно а в майкон короче он хочет с нами поехать а почему нет давайте конечно компании селе значит у нас есть план милая как это ли и как зовут девочку клементина клементина это очень красивое имя спасибо ну чтож нужно присылать к работе мы все видели что на что словами за товаре так что давайте это приступим я тоже хочу строить забор да мне нужен хороший бригадир ты хочешь всех трактор кричать всем типа давайте побыстрее на трактор круто так я приступим блять так работе давать на культу мы тут сидим я мог принести своей маленькой девочкой мы будем тут на кольце приходи когда закончить окей а все я могу ходить блять давайте на этом закончим серию вообще мне понравилась игра только единственно очень много надо читать и я немножко не успеваю это пиздец слишком быстро идут субтитры слишком быстро говорят американцы но я думаю в будущем мы приспособимся и все будет хорошо а поставь пожалуйста лайк прокомментируй и подпишись на канал я буду очень благодарен увидимся в следующей серии всем пока